В начале сезона избранные перчатки культа вечности, экзотические перчатки, которые есть на каждый класс игрока, на варлока титана и на охотника, получили своего рода переработку, которая значительно повысила их общую пригодность для использования. В основном для прохождения сумрачного налета или других эндгейм активностей, которые доступны на высоких уровнях сложности, вроде мастер охоты. Проблема этих экзотов в том, что они были настолько не впечатляющими, когда они появились в игре, что ими просто никто не пользовался, и многие игроки даже не знают о переработке в этом сезоне. Так что сегодня я коротко расскажу, как изменились эти перчатки, и почему теперь они могут стать пригодными для использования в таких сложных активностях, как сумрачный налет. Экзотические перчатки культ бесконечности были выпущены во времена великолепного дополнения проклятия Осириса в конце 2017 года, и по большому счету не были востребованы ни дня. Что на фоне ужасного настроения в сообществе в то время было просто катастрофой. Эти экзотики в итоге стали мемом и предметом многих шуток, мол упал экзот, а это культ бесконечности. На разбор. По прошествии большого количества времени про перчатки совсем забыли. Я уверен, что кто-то из вас сейчас, кто смотрит это видео, даже не в курсе, что это за перчатки и зачем они нужны. Вам просто когда-то сказали, что это мусор, и вы разбираете их так, по дефолту, сразу как только получаете. Работали перчатки примерно так. Они давали энергию к способностям носителя и другим ближайшим союзникам, при условии, что они используют определенную способность. Как именно эта способность восстанавливалась, зависело от класса игрока. При этом, если напарники тоже носили перчатки культа вечности, то все способности откатывались быстрее. В качестве примера, вот скриншот перчаток на охотника до переработки. Уклонение дает варлокам гранаты, титанам заряжает рукопашку, а охотникам все ту же энергию уклонения. И вот совсем недавно, в еженедельной статье от разработчиков ТВАП, которая была выпущена перед самым сезоном избранной, Банжи поделились своими мыслями о своих целях в переработке этих перчаток. И о том, в каком направлении они хотели бы развивать эти экзоты. Обновляя экзотическую броню культа вечности, мы держали в голове идею о снаряжении, Которое вы и ваша команда будет выбирать, когда командная работа особенно важна. Создать ролевые механики, которые вознаграждают вас за выполнение действий, соответствующих вашей роли. Создать ролевые механики, которые вознаграждают других участников боевой группы, когда вы выполняете свою роль. И мотивировать игроков вашей боевой группы выбирать разные роли. Именно благодаря такому подходу, вместо внедрения одного нового экзотического перка на все три перчатки, Культ Вечности теперь имеют специальный слот для особых модов. Моды эти разблокируются сразу же, как только вы получили перчатки. Важно отметить, что эти три новых мода не зависят от класса и могут использоваться в любой комбинации между Охотниками, Варлоками и Титанами. Итак, вот три этих новых мода. У них есть два преимущества. Главный перк ориентирован на самого игрока-носителя. И дает такие эффекты, как увеличение скорости перезарядки, создание сфер силы или увеличение энергии способностей, в зависимости от мода, который вы выберете. А вот нижний перк больше вспомогательный и служит поддержкой ваших напарников. Он дает возможность восстанавливать способности, создавать особые боеприпасы для союзников, а также исцелять ближайших напарников. И конечно, эти нижние бонусы от мода дают дополнительный эффект тем союзникам, которые также носят перчатки культа бесконечности, но выбрали в них другой мод. Это сделано для того, чтобы подтолкнуть игроков к построению стратегии всей команды вокруг этого экзота. Поигравшись с этими модами в команде, я могу сказать, что наличие одного мода у каждого из членов отряда может быть довольно приятным бонусом. Особенно в сумрачном налете побоища или в охоте на мастер сложности. Бонусная скорость перезарядки от мода культ силы довольно заметна для того, кто этот мод установил. Плюс этот же мод можно комбинировать с модом из сезонного артефакта на перегруженных воителей, и по факту вы будете оглушать чемпиона, чтобы тут же восстанавливать способность гранаты. Такой замкнутый круг своего рода. Мод культ озарения мне понравился больше всего. Он крайне полезен для использования в контенте с высокой сложностью, поскольку за добивание мощных противников можно создавать для команды тяжелые и особые боеприпасы. Нужно ли говорить как это круто? В сравнении с модами на классовом предмете он не забирает ни энергию супера, не накладывает никаких других штрафов, зато обеспечит комфортное прохождение любого налета или охоты. Добавьте сюда еще сферы силы за множественные убийства и бонус к урону для союзников, которые также носят культ с другими модами, и получится неплохой такой билд, некий такой инженер, обеспечивающий команду патронами и способностями. В общем, эти три мода работают как такая бесконечная петля взаимосвязи. Бросайте гранаты, чтобы восстановить гранаты, восстанавливайте здоровье союзников при использованном супере. Действительно плотный такой толчок в сторону командной работы. Единственная проблема, которую можно было бы назвать относительно этих экстетических перчаток, состоит в том, что для того, чтобы использовать их в полную силу, всем участникам команды необходимо надевать эти перчатки. Это ок, если вы идете в обычные налеты, найтфолл, охоту или играете в другие плейлисты, в те же поля сражений. Но вот подойдет ли такой набор для самого главного испытания, для прохождения грандмастер с ложностью сумрачного налета? Большой вопрос, поскольку тогда придется отказаться от других крутых экзотов и полностью перестраивать командное снаряжение. Протокол феникса мимо, кераса падающей звезды на титана мимо, шестой койот на охотника. Перчатки культа безусловно теперь хороши, но готовы ли вы будете рискнуть перестроить свой билд под них и убедить в этом свою команду, что самое-то главное? В любом случае, сейчас эти перчатки могут быть применимы и вполне играбельны в сложных заданиях. Впервые за три года игры. На фарм сумрачного налета в неделе, когда на них действует двойной дроп, это точно неплохой вариант. Пишите в комментариях, успели ли вы опробовать эти перчатки и что думаете на их счет. А у меня на этом все. До связи. Продолжение следует...